Рэки Кавахара, Мастера Меча Онлайн. Вначале и потом. Глава первая. Да что вообще с этой девчонкой? Ну, в общем-то, да, это я сказал, погода такая классная, почему бы тебе не вздремнуть. И это я валялся на траве, демонстрируя собственные слова. И, разумеется, беззаботно сопил в две дырочки, тоже я. Ну, я и подумать не мог, что, поспав полчасика и открыв глаза, обнаружу, что она действительно дрыхнет без задних ног рядом со мной. Должен же быть хоть какой-то предел в способности людей меня удивлять. Не знаю, даже считать это храбростью, упрямством, а может просто следствием недосыпа. Ну и что мне теперь делать? С ощущением полной безнадежности, которая наверняка сейчас отражалась у меня на физиономии, я покачал головой, глядя на красивое, полное достоинство лицо, тихонько сопящие во сне раперистки Асуны по прозвищу Молния, сублидера гильдии рыцарей крови. Все началось с того, что я был совершенно не в настроении отправляться в унылый лабиринт. Уж очень хорошая стояла погода. Я решил потратить весь день, считая бабочек на холмиках, окружающий городской портал. Погода действительно была прекрасна. Времена года в виртуальной палящей крепости Айнкрат были синхронизированы с реальностью, но эта синхронизация была выполнена слишком уж добросовестно. Летом все дни напролет стояла жара, зимы были холодными, какими и должны быть настоящие зимы. Вдобавок к температуре моделировались такие параметры погоды, как дождь, ветер, влажность, запыленность и даже количество насекомых. Как правило, если какой-то параметр хорош, остальные просто кошмарны. Но сегодня было не так. Воздух в меру теплый, ласковое солнышко, ветерок постоянный, но не сильный. И плюс ко всему, никаких постоянных насекомых. Пусть даже сейчас и весна, но все равно. Чтобы столько параметров одновременно приняли хорошее значение, такое бывает раз пять в году, не больше. Должно быть, цифровой бог решил вознаградить меня за упорный труд по расчистке переднего края и дать мне возможность как следует стремнуть. Поняв это, я решил последовать его воле, но... Когда я улегся на заросшем травой пологом склоне и начал засыпать, возле моего лица вдруг возникла пара белых кожаных сапог. И тут же сверху раздался знакомый строгий голос. И голос произнес. Проходчики сейчас надрывают спины, трудясь, не покладая руку в лабиринте. А ты здесь почиваешь? Закрыв виртуальные глаза, я ответил. Сейчас стоит прекраснейшая для нынешнего времени погода. Не должно нам упустить возможность насладиться ею в полной мере. Погода изо дня в день становится неизменной. Изволь преклониться к травке и отдохнуть подле меня, и ей на тебя снизойдет понимание. Ну, разумеется, на самом деле разговор происходил в более современной манере, но, впрочем, по какой-то непонятной причине, она действительно улеглась рядом со мной и умудрилась уснуть. Итак, сейчас время уже к полудню. Некоторые из игроков, входящих и выходящих из портала на главной площади, бесцеремонно пялятся на нас сасуны, лежащих рядышком на травке. Они в явном шоке и таращат глаза, другие хихикают. И есть даже несколько бесцеремонных типов, которые сверкают вспышками записывающих кристаллов. Впрочем, их винить нельзя. Когда речь заходит об асуне, сублидирии рыцарей крови, в воображении обычно возникает картина одержимого игрока-проходчика, при одном взгляде на которого замолкают рыдающие дети или турбодвигатели, толкающего вверх передний край со страшной быстротой, что до второго игрока-одиночки по имени Кирита. Его считают, хоть мне это и не нравится, главным лодырем среди проходчиков, который всегда шляется в компании других, таких же легкомысленных парней и играет с ними в дурацкие игры. И вот эта парочка вместе дрыхнет. Даже мне, хоть я в этом сам участвую, смеяться хочется. Впрочем, если я ее разбужу, она рассердится. Хуже всего придется именно мне. Так что единственным выходом будет, пожалуй, просто оставить ее и уйти. Сделать так у меня чесались руки, но, увы, я не мог. Потому что, если молния так и будет спать без задних ног, она рискует стать мишенью разнообразных нехороших действий со стороны других игроков. В худшем случае ее могут даже убить. Конечно, место, где мы сейчас находимся, главная площадь жилой зоны 59 уровня, находится в безопасной зоне. Более точное ее название – Зона функционирования кода предотвращения преступлений. Внутри этой зоны игроки не могут наносить вред друг другу, даже если они будут улупить друг друга оружием. Получится лишь фиолетовый системный световой эффект, а хитпоинт игрока не упадут, даже на миллиметр. Различные яды тоже не работают. Разумеется, играть с предметами не получается. Иными словами, здесь в точности то, что подразумевается под предотвращением преступлений. Полная невозможность совершать противозаконные действия. В смертельной игре под названием САУ – это абсолютный закон, такой же абсолютный, как если твои хитпоинты падают до нуля – ты умираешь. Но, к несчастью, в этом законе нашлись и дырки. Одна из них появляется, когда игрок спит. Случается, что если игрок слишком измотан долгим сражением, он не только засыпает, он по факту теряет сознание. И далеко не каждое воздействие может его пробудить. Пользуясь этим, можно вызвать игрока на дуэль в режиме до полного поражения и двигать пальцем спящего игрока, нажать кнопку ОК. Все, что остается – перевести выражение «мертвецкий сон» из переносного смысла в прямой. Существует и другой, более нахальный метод – это выволочь тела противника за пределы безопасной зоны. Игрока, лежащего на земле, нельзя насильственно перемещать, но от этого его тоже защищает код предотвращения. Стоит лишь только воспользоваться предметом носилки, как это ограничение снимается. Оба этих метода уже применялись, страсть красных к убийству намного превосходила наше воображение. Сейчас уже игроки извлекли урок из тех трагедий и ложились спать лишь в домах с запирающимися дверями, либо на постоялых дворах, что до меня я всегда включаю наук обнаружения, прежде чем лечь спать, и всегда сплю чутко. Однако, прямо сейчас лежащая со мной молния на полную катушку испускала дельта волны. Подозреваю, она не проснется, даже если я достану предмет для нанесения макияжа и начну рисовать на ее личике граффити. Нет, правда, не могу понять, то ли она такая смелая, то ли тупая, что ли. Может, она просто вымоталась? Сао, для тех, кто желает побыстрее повысить свой уровень, наиболее эффективно одиночная игра, хотя конкретные характеристики и навыки тоже играют роль. Однако, эта девушка не только тратила время, внимательно присматривая за прогрессом других членов гильдии, но и сама прокачивалась почти с такой же быстротой, как и я. Подозреваю, она жертвовала сном, чтобы убивать монстров. Даже ночью. Я припоминаю, как сам такое делал, и это было трудно. 4-5 месяцев назад я тоже играл в таком тяжелом режиме и спал по несколько часов в день. Я чувствовал себя трупом и с огромным трудом просыпался по утрам. Я проглотил вздох и достал за рюкзака бутылку с питьем, сел на траву, готовясь к долгому сражению. В конце концов, я предложил ей поспать, а раз так, я обязан оставаться при ней, пока она не проснется. Оранжевое закатное солнце заглядывало внутрь парящей крепости, когда Асуна, по прозвищу Молния, наконец негромко чихнула и проснулась. Похоже, она отлично поспала, часов 8, не меньше. Сейчас проблема была уже не только в том, что она решила вздремнуть. Пока я сидела рядом, у меня маковые росинки в рту не было. Хоть какое-то вознаграждение будет, поглядеть на реакцию нашей крутой и холодной сублики Росама, когда она поймет, что к чему, с этой мыслью я уставился на нее. О-о-о, пробормотал что-то непонятное, Асуна моргнула несколько раз и подняла на меня глаза. Ее брови идеальной формы чуть нахмурились, правой рукой она опиралась о землю и без труда оторвалась от травки. Потом, тряхнув кривые каштановых волос, крутанула голову вправо-влево и опять вправо. Наконец, она вновь перевела взгляд на меня, сидящего, скрестив ноги рядом с ней. Белая до прозрачности ее кожа мгновенно стала красной. Потом приобрела синеватый оттенок, скорее всего, от интенсивного мыслительного процесса, и, наконец, побагровела вновь, скорее всего, от ярости. Ш-ш-что? Молния снова начала бормотать что-то непонятное. Я улыбнулся, ей лучший из своих улыбок, и произнес, «Доброе утро!» «Как спалось?» «Хорошо?» Рука в белой кожаной перчатке дернулась, однако, как и следовало ожидать от сублидера сильнейшей гильдии, асана успешно выкинула спасбросок против собственного гнева. Во всяком случае, она не вытащила рапиру и не бросилась бежать. Она лишь стиснула свои красивые блестящие зубки и выдавила сквозь них короткую фразу. «Один раз угощаю». «Чего?» «Угощаю». «Один раз. Цена не имеет значения». «После этого, Маквид, как тебе?» Не сказать, что мне не нравился прямой характер этой девушки, только, проснувшись, она мгновенно сообразила, почему я провел рядом с ней все это время, что она спала, не только предотвратить возможное плеер-киллерство, но и позволить ей спать, сколько влезет, и тем самым избавиться от накопившейся усталости. Я загнул губы в улыбке, без тени сарказма на этот раз, и ответил, «Идиот». Вообще-то, у меня язык чесался воспользоваться этой возможностью, чтобы пошутить и предложить пойти к ней домой и поужинать. Однако, это желание я в итоге подавил. Задрав ноги, я воспользовался инерцией замаха, чтобы выскочить, после чего протянул правую руку и сказал, «На главной улице 57-го есть неплохой ресторанчик, хоть им и заправляет NPC. Пошли туда». «Хорошо». Асуна с холодным видом стелилась за мою руку, встала и тут же резко отвернулась. Она подняла руки и сделала глубокий вдох, словно стараясь вобрать в легкие весь закат. Смертельная игра под названием Sword Art Online длилась уже год и пять месяцев. Мы и с глазом моргнуть не успели, как почти 60% стауровневой парящей крепости Айнкрада, казавшейся нам таким далеким, вдруг оказалась покорена. Передний край сейчас проходил по 59-му уровню, в среднем на прохождение одного уровня у нас уходило дней 10. Быстро это или медленно, не мог понять даже я, вроде неплохо разбирающийся в игровых вопросах. Однако, постепенно на верхних уровнях, каким бы ни были они бедными, и как бы они не выглядели, в игроках просыпалось стремление наслаждаться жизнью. На главной улице 57-го уровня Мартена такая атмосфера просто била ключом. Эта улица, расположенная всего в двух уровнях от переднего края, естественно, превратилась в базовый лагерь команд проходчиков, а заодно в туристическую достопримечательность. С наступлением вечера здесь становилось многолюдно. Одни игроки возвращались сверху, с переднего края, другие игроки приходили ужинать снизу. Мы с Асуной, придя в Мартен через портал на 59-м уровне, шли по забитой людьми главной улице бок о бок. Многие из тех, кого мы видели, пялились на нас во все глаза. Не очень приятные ощущения. Ничего удивительного, впрочем, что у них были такие лица. Рядом с этой надменной красивой леди, у которой, говорят, даже фан-клуб есть, бесстыдно шагал некий подозрительный игрок-одиночка. Сдается мне, Асуне больше всего хотелось применить свою ловкость, чтобы как можно быстрее домчаться до вышеупомянутого ресторанчика. Но, к несчастью для нее, а может и к счастью, лишь я знал, где он. В размышлениях о том, что второго такого шанса мне не предоставится, до последнего дня САУ, я шел вместе с ней минут пять. Наконец, по правую руку мы увидели довольно приличных размеров ресторан. Сюда? Асуна смотрела на здание, в ее взгляде читалось облегчение, пополам с подозрением. Я кивнул. Да, рекомендую рыбу. Она здесь вкуснее, чем мясо. Голос официантки NPC поприветствовал нас, как только мы вошли. Пока мы пробирались через довольно многолюдный зал, я поймал несколько взглядов. Моральная усталость начала постепенно перевешивать радость в сердце. Нелегко, когда на тебя так пялится каждый день. Асуна, однако, как ни в чем не бывало, прошествовала через середину зала и направилась к столбику в глубине окна. Я неуклюже отодвинул стул, и она текуче опустилась на него. Как-то так получилось, что тот, кого угощают, оказался в роли сопровождающего лица. Впрочем, я все равно сел напротив Асуны. Факт есть факт. Я могу позволить тебе заказать все, что угодно, не думая о цене. Так что я заказал закуску с вином, горячее и даже десерт. И все в приличном количестве, после чего я вздохнул. Как только принесли напитки в высоких бокалах, Асуна выпила свой, и, как и я, глубоко вздохнула. Ну, в любом случае, за сегодня спасибо. Чего? Асуна вставилась на офигевшего меня и повторила. Я тебе благодарна за то, что ты меня охранял. Обычно мы с ней пересекаемся на совещаниях проходчиков, где постоянно спорим о слабостях боссов, расстановке бойцов передней и задней линии и так далее. Впрочем, столь неожиданные слова благодарности застали меня врасплох. Асуна хихикнула и откинулась на спинку стула. Потом, глядя на небо куда-то более мягким, чем обычным выражением лица, прошептала. По-моему, я впервые так крепко спала, с тех пор, как пришла сюда. Это преувеличение, я надеюсь? Никакого преувеличения. Это чистая правда. Обычно я сплю часа три и просыпаюсь. Просыпаешься не с будильника? Да, это не бессонница. Мне просто снятся кошмары, и я просыпаюсь. Мое сердце вдруг точной иглой проткнули. Кое-кто уже говорил мне раньше эти слова. Ее лицо мелькнуло у меня перед глазами. Наконец-то до меня дошел тот тривиальный факт, что молния тоже живой игрок. Я задумался, что ей ответить. Это как бы... В общем, если захочешь поспать на свежем воздухе, скажи мне. Эти слова даже мне самому показались ужасно тупыми, но основной улыбнулась и кивнула. Хорошо, если вдруг будет такая возможность и отличная погода, я с тобой свяжусь. При виде ее улыбки я снова заметил, что сидящая передо мной девушка потрясающе красива, и у меня тут же отнялся язык. К счастью, принесшая салат NPC убила повисшую между нами неловкую атмосферу. Я сразу схватил какую-то загадочную приправу, стоящую на столе, и посыпал ей загадочные разноцветные овощи. Потом взял вилку и принялся запихивать все в рот. Какое-то время я молча уминал салат. Потом, чтобы вновь не возникало напряжение, пробормотал первое, что пришло мне в голову. Кстати, а если подумать, зачем мы едим овощи? От них же в плане питательных веществ нет никакой пользы. Ну, они вкусные. Ну, можно сказать, они не так уж плохи, если бы только был майонез или еще чего-нибудь. Верно, согласна. И салатный соус, и кетчуп, и соевый соус. Хором воскликнули мы и рассмеялись. Следующее мгновение, где-то вдали раздался вопль, в котором явственно слышался ужас. Я резко вдохнул и приподнялся на стуле, а моя рука автоматически потянулась к висящему за спиной мячу. Асана тоже, положив правую ладонь на рукоять рапиру, выкрикнула. «Это снаружи!» Швырнув ногой стул, она бросилась к выходу ресторана. Я постепенно кинулся за ее белой рицарской униформой. Когда мы выбежали на улицу, раздался еще один душераздирающий вопль, словно шелковое полотно рвали. Голос, похоже, доносился с площади в одном квартале от нас. Асана накинула на меня взгляд и на полной скорости понеслась в южном направлении. Я продолжил гнаться за ее смакивающим на белую молнию силуэтом. Резко свернулся на восток, аж искры полетели из подуши ботинок. Я выбежал наконец на круглую площадь. Передо мной открылась совершенно невероятная картина. К северу от площади возвышалось здание, напоминающее церковь, а из окна второго этажа свисала веревка с петлей. И в этой петле висел человек. Это был не NPC. Возможно, он только что вернулся с охоты. На нем были цельнометаллические доспехи и здоровый шлем. Веревка впивалась в часть доспеха, защищающую шею. Но собравшиеся на площади игроки вопили не из-за этого. В мире сауне возможно было задушить человека с использованием предмета веревка. Страх у всех вызывало то, что торчало у него из груди. Короткое черное копье. Обе руки и крыка стискивали рукоять копья. Рот открывался и закрывался. Рана на груди горела мерцающей кроваво-красным спецэффектом, как будто настоящая кровь струилась. Иными словами, прямо сейчас его хитпоинты постепенно снижались. Это был пронзающий постоянный урон. Свойства, которым обладали лишь немногие виды оружия. Похоже, это короткое черное копье было ориентировано в первую очередь именно на нанесение постоянного урона. Мне в глаза бросилось множество крючков, торчащих назад из древка. Отправившись от шока, я выкрикнул. «Выдерни его!» Человек повернул голову в мою сторону, потом неуклюже задвигал руками, пытаясь выдернуть копье, но оно застряло в нем глубоко и вылезать не хотело. Ну, не исключено, что приложить необходимую силу и дырку мешал страх смерти. Он висел не менее чем в 10 метрах над землей, даже с моим уровнем ловкости я никак не дотянулся до него в прыжке. Тогда может метнуть дротик или еще чего-нибудь, чтобы перебить веревку, но если я промажу мимо веревки и попаду в игрока, его хитпойнты опустятся в ноль. Вообще говоря, это место внутри безопасной зоны, и произойти такое просто не может. Но раз так, то и копье не должно было наносить никакого урона. Я торчал на месте, не зная, что делать. Тогда в моих руках раздался крик Асуны. «Лови его внизу!» И она со скоростью молнии понеслась ко входу в церковь. Похоже, она собиралась убежать по лестнице на второй этаж и перерезать веревку. «Понял!» Крикнул я ее в спину и побежал в сторону висящего, чтобы оказаться прямо под ним. Однако, я успел пробежать лишь полпути, когда смотрящие на меня из глубины шлема глаза внезапно выпучились и уставились в какую-то точку в пространстве. Я сразу понял, на что он глядит. На собственную полосу хитпойнтов. Точнее, на то, как она обращается в ноль. Он вроде бы прокричал что-то, но крик потонул в воплях толпы на площади. А потом вспышка света окрасила ночное небо синим, послышался звук бьющегося стекла. Мне оставалось лишь тупо смотреть на разлетающиеся полигоны. Веревка, которая уже ничего не натягивала, шмякнулась о стену. Секундой позже черное копье с тяжелым металлическим звуком вонзилось в камень мостовой. Вопли множество игроков перекрыли даже фоновую музыку, звучащую над городом. Я был просто в шоке, но все же вглядывался во все глаза, изучая пространство вокруг церкви. Это должно быть где-то здесь. То, что я искал, непременно должно было появиться где-то поблизости. Сообщение о победителе дуэли. Мы были на главной улице, то есть здесь. Код предотвращения преступления здесь работал безукоризненно. Если хитпоинты игрока понизились, тем более упали до нуля, возможно, это была лишь одна. Этот человек участвовал в дуэли до полного поражения. И проиграл. Других вариантов нет. Абсолютно. А раз так, то после смерти игрока где-то поблизости должно появиться громадное системное сообщение. Победитель. Если я увижу это окно, я сразу пойму, кто именно убил игрока в доспехах коротким копьем. Однако, где же оно? Окно с системным сообщением не появилось на всей площади. Нигде. А ведь оно должно было появиться и висеть 30 секунд. Народ, все ищите системное сообщение. «Кто победитель?» Проорал я, перекричавшим толпой. Похоже, собравшиеся на площади игроки не сразу поняли, что я имел в виду. Они все зазирались в поисках окна. Однако, криков на шоу не было. Прошло уже 15 секунд. Значит ли это, что окно было внутри здания? Может быть, оно появилось в той комнате на втором этаже церкви, из окна которой свисала веревка? Если так, то Асана его увидит. Едва я об этом подумал, как в том же самом окне увидел белую рыцарскую униформу. «Асана, там есть окно, победители!» При нормальных обстоятельствах я бы побоялся вот так прямо обратиться к ней по имени. Но сейчас не стал прибавлять никакого сан, чисто чтобы время сэкономить. Однако ее лицо, побелизнение уступающее одеянию, сразу же качнулось направо-налево. Нет ни системного сообщения, ни окна, ни людей. Что ж, так, так тщетно, как и прежде, несколько секунд спустя я услышал тихий шепот. Бесполезно. Уже больше 30 секунд прошло. Я прошел мимо монахини NPC, которая всегда стояла в церкви возле входа, и тут же поднялся по лестнице. На втором этаже находилось 4 маленькие комнатки, очень похожие на жилые комнаты на постоялых дворах, но в отличие от тех, не запирающиеся. В три из них я заглянул, но прячущихся там игроков не обнаружил, как на глаз, так и с помощью навыка обнаружения. Закусив губу, я вошел в четвертую комнату, где все и случилось. Асуна по-прежнему стояла возле окна, повернулась ко мне. Она держала себя в руках, по ней было видно, что она потрясена. В общем-то, я и сам был напряжен до кончиков бровей. В церкви больше никого нет, доложил я, и сублидер рыцарей крови тотчас спросила. Может, у кого-нибудь плащ, который позволяет укрываться? Пока что мне не попадались предметы, которые не пробивали бы мой навык обнаружения. Даже на переднем крае. На всякий случай, я попросил других игроков заблокировать вход в церковь. Даже если он невидимый, все равно наткнется на других, и его тут час же засекут. Черного входа здесь нет, других окон тоже. Да, понятно. Посмотри вон туда. Кинула Асуна и указала рукой в белые перчатки на противоположный край комнаты. Там стоял простой деревянный стол. Предмет мебели, который невозможно сдвинуть. Так называемый зафиксированный объект. К одной из ножек стола была привязана тонкая, но прочная на вид веревка. Я сказал, привязана, но на самом деле узел не был завязан руками. Нужно всего лишь вызвать меню веревки, нажать на кнопку привязать и выбрать цель, после чего эта веревка будет привязана к выбранному предмету автоматически. После этого веревка не порвется и не отвяжется сама, если только вес на ней не привысит максимального значения, которого она может выдержать. Черная блестящая веревка шла пару метров по комнате и уходила в окно на южной стене. Оттуда этого было не видно, но другой конец веревки был завязан в петлю, и некоторое время назад в этой петле висел человек в доспехах. «Хммм, что вообще происходит? Если это нормальная ситуация, — ответила Асуна, — то соперник того игрока-пудоиде привязал веревку, воткнул ему в грудь копье, сунул его в шею в петлю и вышвырнул из окна. Как-то так. Чтобы специально показать всем? Нет, главное другое. Я с силой втянул в воздух и громко произнес. «Не было никакого сообщения, где объявляли победителя, понимаешь? Ни одного из тех, кто был на площади, его не видел. Если бы это была дуэль, обязательно бы поблизости появилось бы окно. Но это невозможно. В безопасной зоне хитпоинта игрока можно понизить только в дуэли, тебе ли не знать. Да, это верно». Мы смотрели друг на друга в молчании. Все было так, как сказала Асуна. Того, что только что произошло, просто не могло произойти. И все, что мы знали, что игрок погиб, на глазах у всех. Кто это сделал? Зачем? Как? Обо всем этом мы не имели ни малейшего представления. Снаружи, с площади, доносился шум голосов. Похоже, собравшиеся там игроки тоже заметили всю абсурдность произошедшего. Асуна посмотрела на меня прямо и заявила. «Мы не можем этого так оставить. Если кто-то обнаружил способ плеер-килинга в безопасной зоне, мы должны как можно скорее узнать об этом и рассказать всем, как с ним бороться. Иначе это станет огромной проблемой». «Как редко и случаются в такие моменты, я с тобой полностью согласен». Увидев мой кивок, молния еле заметно усмекнулась и протянула мне руку. «В таком случае, ты обязан сотрудничать со мной, пока мы не раскроем это дело. И сразу должна предупредить, дремать нет времени». «Да и кто из нас двоих дремал?» Тихонько пробурчал я и тоже протянул руку. Итак, в ППХ собранная команда из сыщика и его ассистента, хотя распределение ролей не вполне очевидно, обменялось крепким рукопожатием. Белые и черные перчатки соединились. Белые и черные перчатки соединились.